Объем средств на улучшение жилищных условий снижаться не будет. Только в этом году на реализацию программ было выделено более 3 миллиардов. Насколько своевременно жители празднуют новоселье? Сегодня этот вопрос обсуждали члены правительства на еженедельном совещании. Подробнее о повестке дня Дмитрий Ковалев. К социальным жильем должны быть обеспечены все, кому оно необходимо. Глава региона отметил, что для правительства это приоритетная задача. Свои обязательства республика выполняет без боев. Жилищные условия улучшают или получают новое жилье 5700 семей. На что выделено с бюджета 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Это во-первых. Во-вторых, наша задача, задача прежде всего главного распределения этого министрая, администрации районов и городов без боев все профинансировать. В этом году новое жилье должны получить более 500 молодых семей, 90 ветеранов войны и порядка 140 детей-сирот. Республика берет на себя и затраты на уплату процентов по ипотеке. Осуществляется возмещение за счет средств республиканского бюджета части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам. В течение 10 лет с даты заключения кредитного договора. За своевременное выполнение муниципальных контрактов отвечает Минстрой. Глава региона предложил ведомству публиковать в интернете, в каких районах реализация программ буксует. Об этом нужно говорить людям, кто виноват, по чьей вине. А лучше, чтобы виноватых не было, обязательства надо выполнять на выделенные бюджетные деньги и создавать благо для тех людей, которые в списке, в очереди. Члены правительства республики обсудили и эпизоотическую обстановку. Из ряда регионов ПФО сейчас поступают тревожные сигналы. В Башкортостане выявили ящер, в Самаре, Оренбурге и Ульяновске узелковый дерматит крупного рогатого скота. Сельхоз объекты Чувашии пока находятся под надежной защитой. По итогам 9 месяцев план диагностических исследований и ветеринарно-профилактических мероприятий в целом выполнен на 121%. В целях предотвращения накопления патогенов микроорганизмов во внешней среде ежегодно на объектах животноводства проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия, дезинфекции. Приоритетная задача благоустройства скотомогильников. Работы необходимо завершить через два года. Вы, как служба, имеющая структурные подразделения на уровне районов, городов, на уровне сельского поселения, должны осуществлять и контроль, и учет, и содержать в надлежащем виде уже совместно с органами местного самоуправления. Другого варианта здесь нет. Мы вот к 2019 году полностью их благоустроим. Деньги выделены. Чтобы не допустить в республике опасных болезней, ветеринары должны быть вооружены до зубов. На закупку необходимых материалов и современной техники средства из бюджета выделяются. Прошлый год показал, что экономить на безопасности животных недопустимо. Дмитрий Ковалев, Росель Мухаммедов, Республика.